Мы проводим целый цикл бесед по просьбе по интернету, в личной, тем более я уже 50 лет как проповедник-миссионер, у меня вопросов уйма накопилось. Я их никуда не ливаю, сохраняю. И вот один из таких больных вопросов это о мощах православия. Я хотел показать то, что сегодня в интернете есть, но каждый сам найдет, зарядите мощи. Там отпиленные ноги обмывают корнили, в гробу лежат как в ванне, одни кости только, и они об этом везде пишут. Так как мунастерий бесед называется «Во свете Библии» открытым оком смотреть, то поэтому по Библии будет сказано ответ на мощи смотреть. Но мы православные, я очень большое внимание уделяю канонам церковным, и житьям святых, и что говорили святые. Сектантам это не подойдет, они верят только в то, что написано 66 книг в Библии. Но им будет это тоже достаточно. Вот смотрим, что я специально выписал, чтобы глазами могли читать. Лука 9,60. «Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». То есть есть две вещи несовместимые, или мертвецы, или благовестия. В православии сегодня мы как раз на этом этапе, как будто бы засохло все. Мертвые, мертвые, раскопать надо мощи. У некоторых в домах уже больше ста маленьких частичек от разных святых, как они говорят. И в храмах тоже, куда не придешь. Иди и благовествуй. Скажут, а веришь или нет, что православные пойдут? Не верю. Потому что они идут на благовестие, и поэтому заняты другим. Предоставь мертвым погребать мертвецов. То есть он уже умер, его надо погребать, и человек просится. Ну, отец умер. До похороны отца в других странах отпускают, даже из заключения, там под присмотром, конечно. Вот. Здесь Господь говорит, иди за мною. Им ты предоставил, пусть они этим занимаются. Иногда говорят, что он думал докормить, допоить отца, потом похоронить. Ну, как бы то ни было, слово хоронить остается погребать. А ты, а, означает противоположное. Иди. Куда? За Христом. Для чего? Благовествуй. Что благовествует? Царствие. Какое царствие? Божие. Не патриотизм, не восстановление Святой Руси, как Константинополь овладеть. Все это запредельно далеко для нас, христиан, которые избрали Христа своим вождем. Нам показано, Евреям 12.2, взирайте на начальника совершителя веры, который притерпел крест, мучения, чтобы мыслить. На него надо взирать. На него. Но Господь не сказал, даже намека не сделал о том, что делается сегодня. Иначе бы он, как будто бы у Бога даже мысли на этом не было. Он говорит, мне и на ум не приходило, даже такое написано, что идите, раскапывайте мертвецов, погребать и то мертвое. А это уже супер мертвые какие-то, это уже вандалы, некрофилы. Идите и раскапывайте, а теперь расчленяйте. Но это то, что Христос сказал, это даже на миллионы верст, на миллионы лет отстоит. Все раскапывают, все что-то отпиливают. А что нужно делать? Повторяю. Во имя Иисуса Христа прислушаться к тому, что Писание говорит. Это первое. Я верю абсолютно точно, что Библия это от Духа Святого. Что писали святые божьи человеки, рука их писала. Но двигало рукой, движимые Духом Святым были. Далее, числа 9-6. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым, телам человеческим. И не могли совершить Пасхи в тот день. И пришление к Моисею ровно в тот день. Значит, совершать Пасху и прикосновение к мертвому, это вещи несовместимые. Они прикасались, мы не знаем как. Во время фронта, может быть, убирали, чтобы они заразу не разнесли мертвым. Но они прикоснулись. Здесь, наоборот, все освещается от этого. На это нет ни одного намека в Священном Писании, что нужно отрезать части и куда-то вмонтировать. Вот это мощевики называют в крест, в иконы, под алтарем там, где. В Антиминце нигде этого нет. Я православный. Я все это принимаю. Мне нельзя быть другим. Словом православный я включаю в себя все. Но я не хожу и не ищу нигде мощи. Я и не знаю, где к ним. Никогда не ищу. Почему? Я знаю вот то, что здесь написано. Далее я буду говорить по житиям святым и временами возвращаться к Священному Писанию. Никакой лжи Царствие Божие не наследует. Сегодняшнее православие не то, что не избегает лжи, а культивирует эту ложь. И, видимо, вот такие невзоры и появляются, чтобы пол у нас стукнуть стаканом. Чтобы мы одумались. Он сам сидит среди костей, он не погребает. Почему? Он православный был. Он внутри-то православный такой же. Ко лжи прибегает. Он только напрасно дуется, что он атеист. Никакой он не атеист. Он очень глубоко верит, что ничего нет. Это атеист, то есть верит в небытие, а сам обложился вещами, которые от живых людей были. Все эти доспехи, что у него есть, все принадлежит мертвым. У него живого ничего нет. Но он и сидит с мертвецами. И поэтому не надо обращать на него внимания, а подумать, за чего он сегодня есть. И помолиться за него. Вот что скрыто от православных. Я прошу, не верьте мне, не верьте, если слова мои не сходятся с Библией. Кирилл Русалимский. Это его слова. Не верьте мне, если я буду говорить вопреки написанного в Библии святой. Вот 17 января Антоний Великий с именем Великий, с присказкой, ну как в прозвище назовем, или звание вот такое Великий, с большой буквы. Только 17 человек за 20 столетия. Безможники начали Петр Великий, тот мог быть Ирод Великий. Но в святцах с именем Великий только 17 человек. Мощи неизвестно где. Я начитывал жития святых на нашем сайте. Называется он «Народ». К истине один точка народ ру. Латинские буквы. К истине сплошняком. Один народ ру. Я начитывал все 12 томов, составлял каталоги на них, симфонии, потому что на разных катушках было записано. Все это начитано, находится на нашем сайте. Поэтому о житиях святых я могу говорить, как я их прошел, если в общей сложности, примерно на 10 раз. 12 томов. Каждый том, ну не менее чем 650-700 страниц. А где его мощи? Он специально спрятался, сам Антоний. Знаю, что это уже вошло в практику. Тела будут резать, и он спрятался. Спрятался, его нигде никто не мог найти. Ну как Моисеево тело. 15 февраля. Евстафий. Там объясняется в этом житии, что есть мощи. Это тела усопших всех христиан. Кто бы он ни был. Один день прошел, уже мощи. 6 октября Фома, апостол, хотели от него кость взять, но тело на месте не оказалось, чудо было явлено. То есть, Бог даже допускает чудеса, чтобы тела спрятать. Чтобы эти любящие мертвые кости, они не похитили что-то. Вот это все от православных скрыто, они никогда не будут говорить об этом. Вот это ложь. Полуправда всегда ложь. Я не хочу полуправды, я не хочу полуверы, я не хочу, чтобы струны в сердце без песни отмерли. Есть такое стихотворение. Дальше. 9 ноября. Феоктиста. Она была на острове, где и скончалась. И охотник приезжал, ей оставлял продукты. Он узнал, она умерла. Он решил взять, отделить от нее руку на память. И не было на то ее благословения. Корабль не мог плыть. Вернулись, приложили руку, и тогда только путь им открылся. Ну, кто из православных про это знает? То есть, святые бунтовали. Они делали завещание. Не трожьте меня, некрофилы. Не трогайте. Далее. 5 апреля Маркофинский. Ну, таких святых было мало, а может быть даже и не было. По его слову, в горы сдвигались. Но к нему, прослышав про него, пришел святой Серапиом. И вот при нем он должен был умереть. И он выговорит, ничего не бери от мощей моих. Заповедал святой Серапиону. Почему он заповедал? Тем более, по равности его подвигу, пожалуй, никого ему не было. Он на горе Фращеской был, его прозывает иногда Марк Фращеский. И заповедал. Дайте православным это знать. Что святые никогда, не один, а это 1137, взять только, которые, большое житие, больше полстраницы. Я их такие считаю. Никогда, нигде не завещали брать от них что-либо. А наоборот. И вот что где наоборот, это православие сегодня скрыто. Далее. 25 июля. Феврония. Красавица. Кто хотел взять часть от ее бащей, разбросанных мучителями. Раздавались гром, землетрясение, рука мертвела. Когда она разговаривала с людьми, она скрывалась даже за шторку, чтобы люди не соблазнялись с ее красотой. Ни один художник не мог обрисовать ее. А у нас человек Феврония, что свинья Феврония, уже сами по себе равняют. И мучители мучили, отрезали груди, ее разбросали. А другие брали и хотели что-то на память оставить. Раздавались гром, землетрясение и руки мертвели. Если сегодня, когда с мощами возятся, нет ни грома, ни землетрясения, руки не мертвеют, значит одно. С нами дело не имеет тот, который тогда совершал это. Если это было от Бога, а православные, считающие жития святых, даже не должны сомневаться, а Господь вчера, сегодня и вовеки тот же, мы должны сделать вывод. Значит, наш, кого мы предполагаем своим создателем, с нами обращается совсем не так. А ведь это проходит уже 9-10 столетий, православие утвердилось на земле. Почему? Я вопрос задаю ко всем архиереям. Почему? Сегодня другие видения. Если видения Павла были, только одно. Приди к нам, помоги. Приди и помоги. Видения все были направлены на благовестие. Это подтверждается Писанием, идите проповедуйте. После этого обязательно иконы, чудотворные, где построить монастырь. То есть всех отвернуть от благовестия и похоронить их за монастырскими стенами, где они уходили в песок, не давая потомства. Самое сильное, самое смелое, самое ревностное было погублено. И сегодня попытки православия что-то сделать, какая-то державная икона над ними, это все выдумки. Если Господь против нас, кто за нас? Апостол Павел говорит, что Бог за нас, кто против нас? У нас наоборот. Если все против нас явно идут, то кто тогда за нас? Бог отвернулся, потому что мы кощунствуем. Первого сентября. Семен Столпник. Вот в этом вопросе подвига, как сказать, мучительства, мазохизма по отношению себя не было такого. Не было. Когда он был еще юноша, он решил подвязаться. Но он не знал, как. Почему? Евангелие было скрыто. И он пришел в один монастырь. Видит, монахи подвязаются. Но ему положено было, что слабо. Это не так. Но он не знал, как. Его поставили за водой. Он пришел, черпает воду, смотрит. Веревка пальмовая, крепкая, канат настоящий-то. Он от нее отрезал часть и на свое тело так замотал, что дыхнуть нельзя. Но эта подрязка, нигде ничего не видать. И тело у него гниет. Пальмовая эта веревка впивается в тело, и оттуда вываливаются черви. Да это не люди, это не то, что гвозди из них делают. Это адаманты, это алмазные люди. От него зловоние идет, и братья не могут понять. Не встало. Что воняет-то так? И, наконец, стали замещать черви. Где он идет, черви выпадают. Этот труп уже ходил. А ему всего-то было лет 15. Какой же народ был-то? Ну и когда увидели это, так и ахнули. Настоятели все. Что ты сейчас с собой делаешь? Он понял, какие это монахи-то? И он тогда один ушел из монастыря. Он ни устава не соблюдал ничего. Нашел в пустыне колодец. В один заглянил, в другой. Плоховато. Наконец-то шел в глубокий колодец. И он в него спрыгнул. Не разбился, ничего. Но там были гады-змеи. Что от него? Зловоние было свято. Все змеи разбежались. Гадов ни одного нет. И он там сидит. И тогда еще начинается видение. Как Бог накажет монастырского начальства. Если вы его не найдете. И монахи разбрались по пустыне. И ищут этого самого святого. Он под землю ушел. Когда его вытащил, он понимает. С ними, с этими монахами-то не спастись. Едят, пьют. Да какие-то монахи. И вот ему тогда строят столб. И столб этот увеличивает, увеличивает. Ну, как небоскреб торгового центра. Он очень был богобоязненный. К нему мать Марфа узнала, где он подвязается. И пришла. У него ограда мандра была. Вот архимандрит. А он архимандрит. То есть главный начальник над стеной. И он ей не разрешил даже через стену подойти поближе к ней. Но когда она умерла, он сказал, теперь я разрешаю. И дальше уже житописатели пишут. И она улыбнулась. Это чадолюбивый такой подвижник. И он теперь понимает, никто не будет говорить, что он там с матерью был, а какой же ты монах. Он молился, его почитали. И через него были чудеса большие. Примирение воюющих государств. Патриарх хотел быть очень близким ему. На соборе специально посвятили один день рассуждения о нем. Ну вот это слышали? Да слышали мы. Но от Бога или не от Бога, никто этого не делал. Ну а как узнать? Ну, где индикатор-то поставить лакмусовой бумажкой? И тогда говорят так. Послушания-то у него нет никакого. Давайте его проверим. Говорят, он вообще никого не слушается. Орденоносный. Если мы и подойдем сейчас ему, пошлем посыльных, дадим им утверждение документированное, что от патриарха идут, чтобы подошли и сказали, это не от Бога. А ну слазь оттуда, если ты человек Божий. С Ильей пророком так было. Если он слезет, значит послушный, тогда его обратно посадите туда, пусть сидит. Но он и там не хотел так. Ему надо, чтобы крыши не было, солнце палило и снег падал на него. Ну так и сделали. Пришли, сказали. Он говорит, пожалуйста. Может быть ему уже и надоело там сидеть. Он шагнул назад. А не надо, иди назад. Патриарх, его заводчик снизу, не прикасаясь к нему, руку полагает его, священный сам. Для чего? Чтобы можно было приходить и благословляться. То есть целая огромная империя в глазах императора меньше стоит, чем один подвязающийся там. В глазах людей это просто изувер. Но я православный, и я знаю, что это святой человек. Но однако, патриарх, когда его так любя, пришел хоронить, он умер. А когда умер, когда обычно говорят, умер человек, солнце сияло, радуга такая была. У него наоборот. Это в Жития Святых написано за 1 сентября. Я напоминаю, что это по старому стилю все. Буря, ветер, птицы откуда-то налетели. И все кричат, какой-то ужас такой, как будто самый главный колдун Земли умер. Но все это повернуто теперь в святость. Если это было бы с колдуном, тут, ну, ясное дело, сама природа показывает. Здесь наоборот, даже самое мрачное все было показано в его пользу. Я рассказываю, как есть. И вот патриарх хотел взять немного волос. И рука у патриарха отсохла. Не те, которые сегодня канонизируют. Он положил, скорее, на место бородею. От бороды хотел. И сразу рука у него высохла. И патриарх, скорее, скорее, я отхожу, не трогаю. Вот какая святость. Почему от народа прячут? Второй вопрос. Почему руки не отсыхают сегодня у тех, которые режут, не волосинку берут? Вывод-то только один, что тот Бог и этот, который сегодня под кого прилаживается-то, это разные боги. Христос вовеки тот же. Ну, не может быть, чтобы один волосинку не разрешает брать с бороды. Волосинку. А другие режут, это сказать, режут ноги, отпиливают по металлу. Ну, как этот, в дальних пещерах закрылся один. Спросите Олега Маленко, священник такой, там, секту организовал, Иоанниты. Иоанну Богослову поклоняются. Кто там залез с мешками? И два мешка за ночь напилил. Но утром охрана его застукала. Я как раз в это время в Киеве был. Это хорошо все знает Амросий Юрасов. Его спросить надо. Далее. То есть я повторяю, что патриарха даже, кто-то, ну, не мертв уже это делал-то, кто-то вразумлял, не трожь, прах ты и в прах возвратишься. Прах. Непонятно это? Я сейчас снова еще немножко вернусь назад и дальше покажу. Господь, когда сотворил человека, и сразу сказал, прах ты и в прах возвратишься. Не в антиминсы, не в мощевики. Не под стекло, как Сергий Радонский и Саровим Саровский, но в прах. И всякое иное отношение к мощам есть противление воле Божией. Поэтому нужно все мощи изъять соответствующим благоговением, страхом Божиим, при пении молитв, при патриархе, и захоронить их в самом недоступном для людей месте, чтобы после них никто не посмел делать это самое. Это как безумием нельзя назвать, что сегодня делается. Вот этот муньоз с иконой мироточивой, это все из одного мешка. Далее. 15 сентября. Святой Никита. Один палец взяли от мощей и отсохла рука. Ну от народа-то зачем это прятать? Это тоже из житей святых взято. Я беру из православных книг. 26 октября Дмитрий Солунский хотел часть мощей взять, а он из гроба святой не позволил. Что позволил и разрешал, такого не одного случая нет. Дальше. 13 декабря. И в страте. От тела не брать ничего. Такой наказ дал при жизни. То есть это уже свирепствовала эпидемия трупа поклонства. И он знал, что могут покуситься. Он был подвижник. И он дал завещание. Не трогай. Так они тряслись около гроба. Так охота была что-то взять. Далее. Откапывание мощей есть кощунство над умершими. Это против государственного закона идет. Кладбище принадлежит Ниве Божией. Дробление мощей. Это кощунство есть противление Богу. Бытие. 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. По частям. Человек должен потеть, а не компьютерные игры деньги зарабатывать здесь. И будешь есть хлеб. Не сказал, что у тебя какие-то другие деликатесы будут. Доколе не возвратишься в землю, значит другого выхода нет. Ну, исключение бывало для двух людей. Еноха и Илья. И с которой ты взят, спорить не надо, откуда человек взялся. И когда разлагается человек, то состав того, что разложился из земля, оно один и тот же химический состав. Ибо ты прах. Ну, прах и все, наверное, надо. И в прах возвратишься. Вот с этим, до этого слова, и в прах возвратишься, православное соглашается. Я говорю, и в прах возвратишься. Они еще не понимают, что здесь сказано. Я говорю, не в мощи, в мавзолей. Класс. А именно возвратишься в прах. Ты должен садлеть и превратиться в прах. Не в огненную печь, как Левошова, там, этого, колдуна главного сжигает, или Жукова, преступника. Но именно в прах мы не в Индонезии живем. Книга Иова 34.15. И вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. То есть, одна из древнейших книг Библии, она, к примеру, как бытие написано, считают исследователи. И опять человек возвратится в прах. И Крисиас 3.20. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Ну, премудрый Соломон не знал разве этого? Ну, вперед бы сказал. Ну, придет время, когда будут говорить. А вот оно в прах не возвратилось, и надо коснису делать, как на Афоне. Черепа подписывать, мартирий такой-то. Он жил от такого до такого дня, умер. И специально в вине будут дальше промывать. И что удивительно, вот у русских, ну, у других тут нетленные мощи, они кичатся. Да сколько бы на эту принцесса горного Алтая, сколько найден язычников, которые стареют всех самых старых мощей. И она нетленная лежит, ну, усохла там плоть сколько. А пойдите, у этих, у буддистов в пещерах лежат. У них как будто кровь пульсирует. Мол, дальше-то там ездил, там все это описывает, где аргументы и факты. Дальше. И Евг. 34.15. Мы просчитали это? Мы к Иоу еще не раз обратимся. И к Лисиастам. И возвратится в 12.7. И возвратится в землю, чем он и был. А Дух возвратится к Богу, который дал его. Если первую часть не признаем, не надо признавать и вторую. И Дух возвратится к Богу, который дал его. Тогда надо превратиться всем в адвентистов. Но души нет, Духа нет, никуда ничего не возвращайся. Пу, пар дыхания. Возвратится прах в землю. Вы не спорьте с Соломоном, любители мощей. 1 Макавейском 2.63. Сегодня он превозносится, это враг. А завтра не найдут его, ибо он обратится в прах свой. И замысел его погиб. Евреи так и верили. Другого не было. Прикосновение к мертвому оскверняет. 3 Ездры 7.32. И отдаст земля тех, которые в ней спят. И прах тех, которые молчаливо в нем обитают. А хранилища дадут вере на им души. То есть евреи знают, что где-то шеол, где-то души находятся. Он не сказал, что души нет. А евреи не верили, как саддукеи, которые дух отрицают. Они были не адвентисты. Земля даст тех, которые в ней спят. Спи, дорогой брат, земля тебя добудет пухом. И прах тех, которые молчаливо в нем обитают. Тут, конечно, православное любительство, мощей не сходится. Иуда 1.9. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Далее. Блаженный Феофилак толкует это место так, что дьявол препятствовал погребению тела Моисея. Теперь. Почему препятствовал? Чтобы люди из него сделали объект поклонения. Это один из вариантов. Ну, теперь мы можем так и догадываться. Они легко боготворили. А второе, что он недостоин такого погребения, ибо убил некогда египтянина. Возможные подделки, притом самые ужасные. И теперь я буду показывать по житиям святым. Я разговаривал с любителями мощей, с епископами. Скажите, вот вы нашли мощи. Патриарх идет перед ним, мощи Серафима Саровского. У вас уверенность какая? Сто процентов. Вы православный? Да. У меня ни одного процента нету. Советские держали. И как его узнали, надписи нету. А на руках, по нарукавнику какому-то. А там вот такой кочежец. Не такой же был Серафим Саровский-то. Подделок сколько было? Во времена Хрущева было изъято около 20 тысяч антиминсов. А потом вернули. Есть предположения, которые вернули, то кто знает, что туда заложили. А так как это все-таки, понятно, замысел масонов был, а для них главный объект поклонения Ленина, то подвигается к тому, чьи мощи могли там выйти, на чем служат. Я знаю примеры, когда поклонение прекращалось внезапно. Ну, бракованные святые отзываются. Невзоров об этом говорит. А в одном месте так стали расследовать, и оказалось, что мощи чеченца какого-то. Совершенно безумие. 20 октября, внимательно смотрите, будет закавычено. Артемис, страница 450-я, кавычки открыты. Чтобы унизить христианство, несчастивый Илюан, Илюан отступник, взял из раки, то есть из этой гробницы, кости святого пророка Елисея и мощи святого Иоанна Крестителя, кроме честной его главы и правой руки, которые лежали в Севасте, и смешал их с костями животных и нечестивых, людей сжег их, а пепел развеял по воздуху. Мы сегодня спрашиваем, а где мощи Иоанна Крестителя? А мощи Иоанна Крестителя? Так это не все еще. 21 июля, житие Симеона Юродиевого. Вопрос ставлю, где его мощи? Сами почитайте. Дальше. 21 октября Иоанн, тело украли, кто украл, ничего не знает. 4 царств, 23-18, и сказал он, оставьте его в покое, никто не трогай кости его. И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Иудеи это прекрасно понимали. Трогать нельзя. Евстрати, 13 декабря. Когда хартия была принесена, он написал завещание, в коем высказал желание, чтобы тело было перенесено в армвраг, и чтобы никто не дерзал брать что-либо от его останков, но чтобы все тело в целости было положено на месте, называемом аналикозора, вместе с святым Афксентием, Орестом, Мордарием и Евгением. Ибо святые сии заклинали Евстрати, чтобы после их кончины тела их были в нетронутом виде положены вместе с его телом. Вот уже здесь коллектив целых святых заранее предупреждает, ничего не трогать от тела в нетронутом виде, положены вместе с его телом. А ничего не брать от его останков. Я спрашиваю, батюшек, вы считали когда-нибудь житие от святых Евстрати? Как руки-то не подсыхали у тех, которые сегодня пилят? А сколько нареканий от сектантов, от мусульман, от всего мира. Ни на чем не останавливается. Готовы потерять всю пасту, но лишь бы только быть с мощами. Вот к чему это приводит все-таки неслушание Слова Божия. Прочитайте Исаия 5.20. 5.20. Антоний Великий. Я теперь уже говорю, почему я нет. Он кавычки открытый. «Сами похороните меня, дети мои, в землю и исполните следующий заповедь своего старца. Пусть никто, кроме вас, не знает могилы, где буду похоронено тело мое, которое по вере моей в Господа восстанет нетленным при общем воскресении мертвых». Он прятался от своих монахов, которых воспитал, но уже сделать ничего не мог. Он был очень любимый, был очень духовный. И пришлось прятаться. Кирилл, 11 мая, Кирилл и Мефодий, наши просветители, перед тем, как опускать гроб, епископы сказали, «Откроем раку и посмотрим, не взято ли что-либо от святых мощей». Причина такая-то благда. Но как ни старались, они не могли по усмотрению Божию открыть раку. И тогда святые мощи опустили по правую сторону алтаря в церковь святого Климента. Я спрашиваю, по усмотрению Божию, почему сегодня раки открываются? Что другой Бог стал? Бог изменил свое отношение к мертвым. И Бог, может, сказал, что надо тела эти не хоронить в землю, не отдавать в прах. Да это не веря в Слову Божию. А не веря в Слову Божию навлекает великое наказание. Вся земля наша превратится в трупы. Потому, говорит, многие больны, немало умирает. Понимаете? Многие больны, многие в больницах. Почему недостойно причащаются? В православной церкви сегодня все причащаться будут. Я не говорю конкретно о патриархии. Не-не. Я поговорю, допустим, тысячу лет назад было в Японии. Чтобы не обиделись. Ну, просто сами себя поставьте перед этим. Мне... Что? Почему усмотрения Божия нет, что открывает раки? Симеон Столпник. Повтор. Когда же возложены были честные мощи святого Симеона, здесь в кавычке как раз открывается, на приготовленной носилке патриарх простер руку, желая взять на благословенную память немного волос от бороды святого. И тотчас высохла рука его. Это более подробно. Дальше. Феодосий Пещерский, основатель русского монашества, 3 мая. Затем молю вас и заклинаю, похороните меня в той одежде, в которой я нахожусь теперь, и положите тело мое в ту пещеру, где я пребывал великим постом. Ни в каком случае не омывайте моего убогого тела. Пусть никто из мирских людей не видит моего погребения. Вы одни иноки. Положите меня в указанном мною месте. Даже мыть не разрешали. Я точно такой же наказ дал. Харитон, 28 сентября. Это прямо из «жития святых», братья спросили его, какое распоряжение, отец, сделаешь ты о теле своем? Где погребем тебя? Он сказал, отдайте землю земле, где хотите, Господняя земля, и что наполняет ее. Псалом 23.1. И я уже перечисляю, это не один десяток. И они все эти люди, которые наказывали о своих мощах, не трогают. А православные, ну они же академию кончают, они обязаны знать. И патриарх это должен знать. Говорю не о патриархии, еще раз о говре, с тысячи лет назад в Японии было. Дальше, Никита, 15 сентября. Кавычки открыты. В своем послании, он просил, и дальше, Аван Зарвы, дать некую часть мощей, святых мучеников, для его внушенного храма. Мы прочитали. Так, желая исполнить их просьбу, епископ приказал открыть гроб святого мученика Никиты. И вот, без всякой, видимой причины, мраморный камень, бывший на гробе святого, распался на две половины. Один из присутствующих здесь, дерзновенно коснулся своей рукой святых мощей. Но тотчас же рука его отсохла, и на всех напал ужас. Руки не отсыхают, и ужас не нападает сегодня. В то же время раздался с неба сильный удар грома, и блеснула яркая молния. Все пришли в страх. Тогда, тогда епископ понял, что Бог не благословляет раздораблять мощи святого, и раскаялся в своем намерении. Значит, Бог не благословляет. Если сегодня все ссылается на Бога, значит, другой Бог, Бог, который любит эти мощи раздораблять, это такой Бог, которому мертвецы дороже живых. Дальше. И раскаялся в своем намерении. Никто сегодня, кажется, не будет, что мощи терзают. Не осмеливаясь уже более касаться мощей угодника Божия, епископ, совершив над ним благоговейное пение, снова, с честью, закрыл его гробницу. Я вот к этому призываю. Совершить пение, с честью похоронить все мощи из всех антиминцев, и просто сделать розыск. И поставить людей, которые будут дома хранить мощи, а они будут считаться нечистыми, и в храм не будут заходить. 20 октября, Артемий, страница 450. Чтобы унизить христианство, нечестивый Иоанн взял кости святого пророка. Мы прочитали об этом. Смешал с костями. Тут сразу же несколько вопросов. Возможно такое, чтобы со святыми мощами была произведена подмена на нечестивой мощи? И откуда появились в разных местах в мире до шести голов Иоанна Крестителя и более десятка его рук? Все жаждали святыни, дохода от паломников, но не таким же способом. 11 июля. Чудо от мощей Эфимии Всехвальные. Страница 287. Прочитайте. Павел говорит, не хватает у меня времени, чтобы прочитать еще. В 716-ом, в 741-ом году воцарился левый ставрянин и выдумал такую коварную вещь. Он пошел ночью со своими единомышленниками и попустил Христос к большому их осуждению. Зачестивый царь открыл гроб, вынул оттуда мощи святой Эфимии, а вместо них положил какие-то гнилые, вонючие кости, которые нарочно приготовил для этого и опять накрыл доскою. Ушел, унижший с тобой воровским образом, те частные мощи. Мы об этом сейчас так и говорили. желаем мы по истине Господней служить Господу. Значит, нужно делать так, как Бог повелевает. А вот эти места из жития святых коварно не подстать этому льву и саврянину и елеану, не скрывать истину, а открыть. Все время ссылается на мощи святого Елисея, когда хоронили мертвого, бросили, оно прикоснулось в то тело. И тот мертвец встал, ну и что? Ну, написано теперь. И было сказано, что тело Елисея теперь держать где-то и к нему мертвецок прислонять, и никто умирать не будет. Но это один раз, разовое, один за всю мировую историю. Но дальше-то не было сказано, что к другим мертвецам будут прикасаться и вставать. Нигде больше этого не было. Обложатся мертвецы мертвецами здесь, и никто не воскресает. Что вы ищете живого среди мертвых? Даже Господу к мертвому, и путь был как бы под осуждением. Что вы ищете здесь? Он жив. Наш Господь Иисус Христов жив, благословенный вовеки. И Он наши тела преобразит так, в толковании написано, о ужас, что наши тела будут подобны Ему, о диво Божие! Язык не может это выговорить, и будем подобны Ему, как Он есть. И увидим Его, как Он есть. И многие спящих во прахе воскреснут, Даниил 12,2 говорит. И мы не предупредим умерших, но при глазе Архангела и трубе Божией мертвую воскреснут. Это все будет впереди. А где воскреснут? Как они воскреснут? Ну, как лежали, так и будут. А кого дверь раздробил, кого мощи растащили, все будет на месте. И ведь там перед святыми теперь будет ответ. Вам, святые, кто режет мощи, давали разрешение благословения? Вы все ищите благословения. Давали разрешение резать тела их? Пилить, фаршировать, развозить, дарить, совершать отдельные службы? Конечно, никто не давал. Как же это можно было посягать на тело? Ну, попробуйте, даже на кладбище, это подсудное дело, уголовное дело. А здесь за человека заступиться некуда. Мертвый-то безответный, он ничего не может сказать. Да и зачем это нужно? Когда живой Бог, Христос в отношении к мертвецам выразил очень ясно, оставьте. Когда они еще на земле, оставьте. Повторяю, в том, чтобы выкапывать, как будто Господь говорит, мне и на мой стиль не приходило, что вы делаете? У пророка Исаии так написано, даже не мог придумать Бог сам, неужели люди дойдут до этого и будут возиться с мертвецами? Будут возиться. И на этом не останавливаются. И вот далее интересно, как только обрели мощи, канонизировали, тоже забыли и сразу за другие бросаются. А что еще? Ага, Сиверса. А вот там теперь так-то. А это кто? Ян Кристианкин теперь. Вот прямо уже готовят сегодня канонизировать и мощи сразу его понесут. Игнатия Бричина уже пилят вовсю. Феофана Затворника. Меня один священник пишет. Ну вот вы это дело говорите, так придет время, все, что вы где критикуете, патриархи, это все они выбросят и канонизируют вас, и ваши мощи будут резать. А я у Бога выпрошу милость, как дампинкаря, так из могилы и вылетят, все камелаки разлетятся. Я живой был, не позволял прикасаться лишний раз к мощам, тем более мертвые. Но думаю, что они не канонизируют. К ужасу моему. Это один монах не слушался, они в этом приковали и говорят, ты как святой здесь. И самая высшая награда тебя резать будут. Ты пойдешь у нас на мощи. Не знаю, сколько верно или нет, я читал такое, у католиков было, какой-то военный, неравные были силы, сильно большое войско оккупировало, и он город спас. Гвардейский офицер. И они решили, как его однаградить. Ну что там, дать землю, у него уже есть земля, дать город какой-то. И только один говорит, нет, это все забывается. Нужно его только канонизировать. Его в святцы запишут, его столетия будут прославлять. А чтобы канонизировали, живых наканонизируют. Итак, приговорим его к смерти. Казним его и канонизируем сразу. Так вот, мы подходим к этому. Желающие, чтобы имя его не забывалось, надо идти все-таки на Ашафот. Но только за Христа. Если мы желаем быть верными Богу, желаем спасения получить от Христа, иного пути нет, нет другого имени по небу. Нас спасет не Златоуст, не Павел. Кто Павел, кто Павел, всего лишь служители Господни. Тем более, мощи их, они нигде не позволяли брать. Вот читаем, из Стефана, когда побили камнями, мужи благоговейные, взяли тело и похоронили. почему они не стали на память от него, волоса там брать, пальцы резать, ногти не было. Ну, живой пока на память, это не запрещается. Кудритом своя невеста отрезала, выезжаешь, возьми, напоминать обо мне будет. Тут ничего особенного нет. Но от мертвого ни одну волосину уже трогать нельзя. Добразумит нас Господь, пока мы еще сами не превратились в мощи. А у православных сегодня как будто вся мощь, сила, мощь, только в мощах. Наша сила во Христе. И поверьте, язычники, вам ничего с нами не сделать, яко с нами Бог, Ему слава во веки веков, единого Святой Троица, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.